Меня зовут Евгений Хаджинов, я приехал в отель Майя Фуши, сейчас будем его смотреть. Этот резорт итальянской сети Накай, которая включает в себя три отеля. Майя Фуши это самый бюджетный из них категории 3 с плюсом. Расположен резорт в северной части Ариатола, в 65 километрах от Мали. В этом обзоре вы увидите абсолютно всю инфраструктуру, номерной фонд, пляжи и все-все-все остальное. Самый простой способ добраться сюда из аэропорта на скоростном катере 90 минут пути. Это увлекательное путешествие по волнам, потому что вам придется пересекать территорию открытого океана между атоллами. Поэтому рекомендую заранее сходить в туалет и принять таблетки от укачивания, если с этим есть проблемы. Главное удобство, что курсируют они абсолютно в любое время суток и в минимальное время ожидания. Можно прилететь также на гидросамолете. Это самый дорогой вид транспорта, самый шикарный, но он курсирует только в дневное время. По прибытию сотрудник резорта попросит показать ваш чемодан и пометит его номерком, чтобы его доставили прямо в ваш номер. Пирс по прибытию здесь без ограждений, но лагуна здесь не глубокая. Это пришвартована мальдивская лодка Дони для экскурсий. Сразу с джетти вы упираетесь в главное здание ресепшена. Главный ресепшен в виде такой рыбацкой лодки, прикольный. Выдает ключи как от брони двери, вот с таким вот номерком. Тут же есть сувенирный и ювелирный магазин. Пойдемте смотреть номерной фонд. Минимальная категория гарден румы, они идут в таких двухэтажных блоках. Это гарден рум, самая базовая категория, на данный момент на 4 места. Обращаю внимание, что кондиционеры не дуют на кровать напрямую, так что это хорошо. Ванная комната с двумя раковинами и душевой. И террасы с двумя стульями. И напротив них идут гарден виллы, отдельно стоящие, более вип. Гарден вилла с таким садиком закрытым. Нет прямого выхода на пляж, но у них закрытая такая территория с террасы. Стандартная кровать. Там идет гардеробная, ванная комната. Гардеробная зона с мини-баром. Ванная комната на две раковины и большим таком садиком под открытым небом. Категория гарден вилла, они отличаются по своей комплектации. В данном случае они называются так же, но здесь немного по-другому оно расположено все. Гардеробная зона расположена здесь. Дальше идет ванная комната на две раковины, но отличается она тем, что есть ступеньки, есть джакузи и маленькая открытая зона сверху. Теперь с гарден вилл мы направляемся к бич-бунгало, которые расположены на пляже. Бич-бунгало в блоках на четыре номера с прямым выходом к океану, очень близко и такой небольшой приватностью. Номера практически стандартные у всех. Двуспальная кровать, летняя кровать, такая гардеробная открытая. А также ванная комната на две раковины и двумя душами, с закрытым и под открытым небом. Здесь нет какой-то косметики, тут есть только дозаторы такие с мылом и шампунем два в одно. Фен. Чайного кофейного набора нет, здесь только вода. В мини-баре только софт-дринки. В каждом номере по два литра воды, причем одна идет негазированный литр и газированный литр. Пополняется каждый день. Здесь нет халатов и тапочек, поэтому можно тапки взять с собой. Бунгало расположено сразу же напротив пляжа, причем в данном случае это возле основного пляжа, самого широкого. Огромная пляжная. Для наглядности на острове, гарден-румы здесь, гарден-виллы здесь, бич-бунгало по периметру острова. Вот центральный ресторан, а вот эти здания это зона персонала. Даже эти волнорезы, которые здесь есть, они реально не мешают и они смотрятся очень аккуратно. В песке присутствует коралловая крошка, такая достаточно большая, но при этом для этого коралловые тапки здесь не нужны. Есть такие волнорезы, но везде абсолютно есть хороший заход в океан и очень чистый. В данном случае вон рыба плавает в лагуне, а вон стоит запля. На острове нередко можно встретить маленькие бэби-шарк, которые гоняют рыбешку. Для человека они абсолютно безвредны. Возвращаемся к последней категории вилл на острове, это овер-вотер-виллы. Всего на резорте 8 водных вилл с прекраснейшим видом на океан. Это овер-вотер-вилла. Внутри она абсолютно стандартная, это номер на 40 квадратных метров. При кроватной зоне также есть розетка, это удобно. Особенность ванной комнаты – частично открытый потолок и полностью закрытый душ. В номере также нет тапочек и халата. Как по мне, эта терраса с идеальным видом и главной изюминкой – это гамак над водой, которого нет, кстати, в большинстве пятизвездочных отелях. Также выход идет прямой к океану. Кстати, внизу вот эти ступеньки не скользкие, потому что там есть коврики. Но есть одно «но». С приватностью, конечно, есть моменты, потому что реально видно вообще вот все с террасы. Полетели в главный ресторан смотреть, чем кормят. Один центральный ресторан в Маэфуши. Он весь с песком, что очень клево. Система питания здесь все включено. Напитки входят в стоимость. Тут идет холодная комната при входе. В холодной комнате здесь фрукты, закуски, салаты. Дальше выход к горячему процессу. Вон закрытая такая зона. Здесь несколько видов пасты. И гриль. И гарниры идут снаружи. Также есть готовые еще и рыбные и мясные блюда. Кроме гриля. Кроме центрального ресторана есть еще одно место, где подают еду. В кофешоп здесь накрывается еда между приемами пищи на протяжении всего дня. Подают здесь сэндвичи, пиццу, канапе, пироги, а также чай, кофе и что-то сладкое. В центральном ресторане ужин на тех же местах. Все то же самое. Здесь бар. Один вид супа. И снова готовые блюда. Гарниры. Станция пасты, поскольку это итальянская кухня здесь в основном. Здесь всегда несколько видов пасты. Гриль с одним видом рыбы. И бифом. Завтрак в этом же ресторане. Хоть это один ресторан, завтрак я тоже хочу показать, потому что для кого-то может быть важным увидеть, что подают на завтрак. На станции, где обычно паста, здесь делают омлет. А на гриль станции делают сосиски. Вот они. Натуральные. У нас снаружи идут пончики и разные булки, яйца и сосиски. Большая часть туристов на острове это европейцы. И в большей степени, конечно, это Италия. Ну а где наливают и развлекают, спросите вы. Центральная зона с баром, с ценой. Тут и проходят все тематические вечера и живая музыка. Заказывая напитки на баре, уточняйте, входит ли данное наименование в All-Inclusive. Барная стойка выполнена из натурального мальдивского коралла. Кстати, хочу сказать, что еще здесь в лаунже такая приятная музычка всегда играет. Так что прямо атмосфера на острове классная. Теперь я расскажу про инфраструктуру, которая еще есть и чем можно заняться. Тренажерный зал с новой достаточно техникой и красивым видом на океан. Кардио прям отличное. Тут поле есть для боула, для игры. Здесь есть свои попугайчики, волнистые. Привет, друг! Можно поиграть на бильярде, настольный футбол и теннис. Также здесь предоставляют мини-гольф. Такая площадка для мини-гольфа. Центр водных видов спорта. Волейбольная площадка. Теннисный корт. А также футбольная площадка с искусственной травой. Ну и последнее это спа-центр. Обязательно рекомендую сходить. Пусть он здесь простой, но зато доступный по цене. Цены озвучивать не буду, потому что они могут меняться. Но могу сказать, что здесь одни из самых дешевых, которые я видел вообще на Мальдивах. И если хотите попасть, то нужно записываться с самого первого дня, как прилетели. На этом все. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. И подпишись на канал. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok